Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра Сангейтс начинает свои программы. Сегодня пятница, время в городе Чикаго 9 часов 10 минут, на восточном побережье 10 часов 10 минут, на западном Калифорнии это только 7 часов 10 минут утра, в Москве в этот час 17 часов 10 минут. У нас сегодня обещают 24 градуса тепла, это наверное рекорд в это время года, еще где-то дня 3 тому назад было минус 8, а уже плюс 23 наверное, то есть короче говоря, американцы они такие, они уже ходят в шортах, майках, элементарно просто, как только они видят, что температура вот такая, им объявили, все, они сразу начинают раздеваться и так далее. Ну а потом нам приходится их лечить с помощью, но американцы не лечатся с помощью энергетического целительства, как правило, почему энергетического, потому что у нас сегодня в эфире Геннадий Лобанов, энергетический целитель Россия-Москва, ну меня зовут Майкл Мелехов, центр Сангейтс и мы сегодня беседуем именно в этом ключе, в ключе энергетического целительства. Ну и вот такая тема, у нас сегодня не просто энергетическое целительство, а человек бывает, сам себе создает какие-то проблемы, которые, эти проблемы проявляются в физическом теле. То есть, ну с чем это связано? Связано с движением энергии, так называемая прана, то есть он сам себе ставит блоки, он не знает, как это, что это, вот он что-то хочет, у него не получается, и он начинает от этого страдать, он все больше и больше накручивается, себя и окружающих, и это все более и более ухудшается. Потом это проявляется в физическом теле, у него он начинает болеть где-то там-то, он начинает бегать и искать по врачам лекарства, обращаться к целителям энергетическим в том числе, что бывает редко. Но тем не менее бывает, энергетический целитель, ну может каким-то образом снять это напряжение, снять эту боль, но мы сейчас говорим с Геннадием Лобановым, как определить, как, допустим, парапсихолог, как целитель может ему помочь не только по поводу внешних факторов, что у него болит в том или ином месте. Здравствуйте, Гена. Добрый день. Ну как вам объяснить? Я слышу вас. Да, рассказывайте. Ну, значит, есть такой раздел психологии, даже психосоматика болезни. Когда человек приходит, объясняет, вот я хожу по врачам, вы правильно сказали, хожу, вот они мне что-то там ставят, но она не помогает, я пью эти таблетки, они что-то мне не действуют. Я начинаю с ним разговаривать. Мы выясняем, в первую очередь, причину. Вот, допустим, в психосоматике, допустим, что такое болезнь печени. Это злость, агрессивность и прочее. И когда в процессе беседы с человеком мы начинаем выяснять, что когда-то, какое-то время он на кого-то очень обиделся, и теперь он ходит недовольный к этому, с отрицательным отношением к этому человеку, вот эта злость дает ему болезнь ту же печени. Здесь как можно сказать? Не всегда диагноз врача подтверждает, что именно это то. В основном становится там блок, правильно вы говорили. И я начинаю проработку. Это уже идет методика определения, можно маятником, можно рамкой, кто как диагностирует руку. Напряжение в печени чувствуется сразу. У меня идет тепло, если это не злотачественные вещи. Идет тепло, значит есть воспаление. И начинаю прогонять. Ну, можно сделать напрямую вот этот поток с руки направить энергетически. Можно прочистить канал печени. Ну, это хорошо этим владеют товарищи с Востока. Не только иголокалами, они так же энергию гоняют. А начинается все при таких вещах. Очищение основного нашего энергостолба. Это от седьмой чакры до половой чакры. Можно это упражнение делать даже самому. Рабочая рука ложится на седьмую чакру. Ну, грубо говоря, на затылок. Вот так. А нерабочая рука на паховую область. И представить поток энергии, который проходит через ваши руки, через позвоночник. Что в этот момент происходит? Многие начинают и говорят, что я где-то остановилась в районе сердца. Или где-то остановилась в районе живота. Вот там будут. Когда мы прочищаем это, надо добиваться того, чтобы вот это прочистить. Самому себе. Можно с моей помощью. Обычно это пока сначала делают человеку, потом он это делает. Вы хотели что-то сказать? Да, Ген. А по поводу рабочая и нерабочая рука. Что такое рабочая и нерабочая? Ну, допустим, есть левши, есть правши. Я считаю рабочей рукой, которой люди большей частью какой-то одной рукой что-то делают. Хотя есть и на вертву, они работают и той, и той рукой. Но это не важно. Но рабочей рукой у всех в основном правая. Вот эта рабочая рука всегда ложится на темечку. Ну, вот я наполовину делаю. Меня переучили. Я, вообще-то говоря, левшап был. Но меня переучили. И я пишу правой рукой, скажем. Но, тем не менее, вот когда-то фехтование, там, это только левой рукой. Там, если стрелять из винтовки, там, допустим, это левая рука. Бросать камни, левая. Но вот пишу правой, ем правой. Значит, все-таки у вас рабочая рука считается левая. Понятно. Значит, вы делаете все наоборот. Я делаю... Я имею в виду, что... Ну, в смысле, я говорю, если вот такое упражнение делать, это можно делать рабочая рука на седьмую чак. Ясно. Хорошо. Интересно. А если человек положил себе туда, куда вы сказали, руки, и нифига не чувствует? Ты давно обращается к вам, правильно? Ага. Ну, сначала, если у него не получается, обычно я первый сеанс провожу сам. Просто я вожу его лёжа, потому что стоя это неудобно. Ну, на кушетку. У меня кушетка, я вожу на кушетку и начинаю вот этот проводить. Он чувствует человек, где останавливается. Потом, ну, это сеанса 2-3, раскачку я даю. Если человек это понимает, уже он это потом автоматически делает сам. Ну, это упражнение можем делать два раза в сутки. Понятно. Ген, мы находимся всё-таки довольно далеко от вас. И наши люди, которые слушают на этой территории, они к вам приехать, естественно, не могут. Возможно ли какие-то сеансы делать по скайпу или по другим средствам? А как? Как вы проводите? По фантому или как? Нет. Я вот человека вижу, но у меня, я не знаю, коллеги объясняли, что я немножко обладаю как-то взглядом таким, что ли. Я, ну, как, смотрю в глаза и представляю вот этот вот, допустим, открываю вот эту чахру седьмую, если она у него открыта, и начинаю прогонять так. Ну, многие говорят, что помогают, они чувствуют присутствие моё, вот это вот внушение. Я не говорю, что они гипнотизёр, но получается, пробую. Но это своего рода гипноз тоже, да? Или нет? Да, считается, да. Ну, консультировался с этими, с гипнотизёрами, вот Геннадий Гончарова у нас, я с ним встречался в Москве, говорит, обладаете, но вы как, ну, я не профессиональный в этом случае человек, не занимаюсь этим конкретно. Просто вот так по скайпу, вот так воздействую, потом ещё как могу. Болит сердце, я руку просто на экран ставлю, человек это чувствует. Вот сегодня 20 раз у меня таких было, выходили люди на скайпе, работали. По фотографии, конечно, чуть-чуть похуже. По фотографии, но возможно, правильно? Сможно, да, это никто не отрицает, но там просто меньше информации идёт. Так, а есть такое понятие фантомное, скажем, лечение, и есть некоторые экстрасенсы, парапсихологи, они, ну, может быть, один раз встречаются с человеком, а дальше они его уже видят, они снимают его энергетические тела, тот самый фантом. И дальше, в общем-то, ничего и не надо, они работают вместе с этим фантомом, ну, через этот фантом они делают свою работу. Такой вариант бывает, да? Не бывает, а он и есть, но просто, вы знаете, всё-таки надо, действительно, первый раз очную встречу хотя бы, чтобы запомнить человека. Дорогие друзья, я обращаюсь к нашим радиослушателям, телезрителям, которые находятся на территории Соединённых Штатов, обращайтесь к нам, мы организуем поездку, загрузим в самолёт желающих всех, да, приедем к Геннадию Лобанову, и он нас всех будет сканировать, мы с ним договоримся. Короче говоря, так что, пожалуйста, но если кто не сможет, тогда по скайпу. Имеет значение, скажем, для вас, да, всё-таки вы говорите, лучше видеть человека, правильно? Не просто фотография. Ну, фотография, я же вам, как это в первых передачах объяснял, она несёт, если, допустим, свежая, я ещё соглашу. Свежая, мы говорим только, да, действительно, фотография свежая. Если свежая, да, можно запомнить и работать фантомно. Потому что, как вам объяснить, вот я представляю человека запомню, действительно, визуально, и потом его воспроизвожу уже на энергополе, как я его вижу. Ну, конечно, там не полный, вот так вот на фотографии, но контур, какие-то черты проявляются, как белёк, такой вот, немножко как привидение, и начинаешь с ним работать. Я понял. У нас, к сожалению, не так много времени, у нас поджимает наша следующая программа. Давайте мы поговорим немножечко о подсознании. Мне ещё надо просто приготовить место, где мы это будем делать, поэтому у нас времени не очень много. Что такое работа с подсознанием? Ну, я в первом ролике, по-моему, говорил, что есть книга Семельникова «Возлюбий болезнь свою». Вот мы от него только взяли вход в подсознание. Что это такое? Это, по-моему, правое полушарие, которое отвечает за наши все вот эти вот артистические, ну, вот эти все способности, не только артистические, а ещё талантливые. И вот там заложено очень много информации, даже из прошлых жизней наших, из прошлых жизней наших предков, и вообще-вообще вот, ну, даже от первоисточников. Есть программы специальные, которые будут это всё. Я когда-то кто-то делал через релитивный гипноз, мы взяли вот эту методику от него и сделали свою программу. А мы это кто? Ну, у меня группа, у меня группа своя. А, понятно. И насколько это эффективно, работа с подсознанием, что это даёт вам, что это даёт вашему клиенту, пациенту, не знаю. Ну, значит так, объясняю. При разработке этой программы учитывалось всё. Вот действительно, мы долго, лет пять, наверное, мы каждый пункт их студировали. Действительно, пять лет мы с ней работали. Сейчас она работает, я людям даю, ну, предварительно, конечно, как вы говорили, очно, а потом или по скайпу, а потом даю эту программу. Там что происходит? У нас в голове, в мозгу есть механизм саморегуляции, который надо заводить. Через эту программу он заводится. Вы даёте через подсознание. Ну, там надо получить ответ, да и нет, точно знать, когда оно с вами контактирует. И проговариваешь эту программу. Она где-то рассчитана на 15 минут, не больше. Там не надо глубоких медитаций. И даёшь поэтапно какие-то задания. Если, допустим, вам надо почиститься, вы говорите, моё подсознание, это откройте каналы для наполнения чистой божественной энергии. Это действительно происходит. Человек это чувствует, и это самое, через него что-то идёт. Или там надо полечить что-то вам самому себе. Ну, говорят, работает. Хорошо. Вы говорите, программа. То есть, человеку даётся программа, и он что делает с этой программой? Ну, он её начинает сначала, он учится понимать ответ подсознания. Да, нет, это по интернету, это всё полно, я не буду заострять и отнимать у вас времени, как это с ним работать. Есть прописано там всё. Правда, методики разные. У Синельникова это более... У Луиза Хейк и у Синельникова вход в подсознание самый удобный. Если так, а так методик очень много. Но когда эта программа у человека проговаривает, не то, что я ему её ставлю, он сам её себе проговаривает. Она действительно работает. Это уже даже подтвердили коллеги, которые не верили в это. Понятно. Ну, да, действительно, Синельникова много книг, и Луиза Хейк, очень много книг, переведённых на русский язык. Это всё можно с этими ознакомиться, прочитать. Там есть методика. Но понимаете, какая штука? Всегда издревле, во все века, во все времена был единственный принцип передачи знаний, Если мы хотим что-то узнать, это называлось, сансквистское такое слово, парампара. Это от учителя к ученику. Вот таким образом, теперешние масоны, которых называют, ну, просто они когда-то были не в нашем понимании, там, какая-то таинственная, зловещая такая ложа масонов и так далее. Это была гильдия каменщиков и строителей, которые строили сооружения очень известные. И они строили, там передавалось от родителей к детям, передавалось именно только таким путём, по-другому никак. Не теоретически, это всё было практически. И они достигли просто совершенства в архитектуре и в строительстве. Так вот, когда мы говорим о вашей конкретной программе, о программе вашей и вашего коллектива, это ваша авторская, полагаю, программа, которая основана в том числе на работах Синельникова, Луиза Хейк и так далее. Я правильно понимаю, да? Правильно, да. Хорошо, у меня к вам, я вот пытаюсь это быстро, мы об этом будем говорить без сомнения. Просто полагаю, нам может быть нужен будет другой формат общения, где люди могут подсоединяться и задавать вопросы. Вот то, что мы сейчас будем делать в следующей нашей программе, вы можете посмотреть, я вам заброшу ссылочку, она начнётся буквально через 5 минут. Мы должны закончить эту программу. Я хочу рассказать, дорогие друзья, о том, что мы встречаемся с Геннадием Лобановым, практикующий хиллера, практикующий энергетический целитель, который разрабатывает и пользуется своими авторскими методиками очень и очень интересные, и очень много лет. Они дают очень серьёзные результаты. Поэтому, конечно, такое общение с таким человеком даёт нам возможность каким-то образом взять это и поменять то, что у нас не в порядке. Но, конечно, какой-то толчок нам должен быть со стороны. Вот на этом этапе мы будем говорить с Геннадием о том, как можно человеку помочь, как он может помочь, точнее, сам себе. Геннад, спасибо большое. У нас была небольшая программа, но мы будем встречаться ещё и ещё. Полагаю, выделим для этого ещё другой просто какой-то день, другое время. И мы это сделаем в реальном времени. На Google Hangout это называется. Следите за нашими рассылками в YouTube и Facebook. И спасибо, Гена. До новых встреч. Всего доброго. До свидания. До свидания.